Итак, всем приветствуем Дубгай, продолжаем мы нести рабочем освобождение, а если вы еще вдруг не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. И основные фронты у нас интересные, это Китай, где Фонтянь пушит Цинн, и в принципе скоро он его запушит. Надеюсь, Цинн сможет какую-то оборону организовать. Ну, наши три дивизии здесь на самом деле будут очень полезны, потому что наши танки уже вставляют ширину фронта 32, и в принципе кое-какие статы уже имеют. Единственный нюанс, здесь они не будут снабжаться, ну, как есть. Вообще, я бы, наверное, даже вот так вот пока что сделал, посмотрим. Дальше, в Индии, ну, скоро уже закончатся здесь винтовки, и мы допущим, я думаю, после чего Индия немножко должна ожить. Ну, там делается и фокус, наверное, после того, как победит еще какие-то фокусы сделает, посмотрим. Думаю, будет у нас-то важный союзник, ну, по крайней мере, мы будем стараться им помогать. И в Америке тоже все отлично, наши синдикаты контролируют, наверное, большую часть американской промышленности, вот еще отсюда захватят. Главное, очень главное, чтобы Канада не слишком сильно наш прогресс остановила. Но, опять-таки, добьем здесь сколько сможем, и потом будем идти на запад, потому что я, честно говоря, думаю, что этих ягодских что-то слабее будут Канады. Не потому что Канада такая сильная, а потому что у Канады есть альянс на миллион стран, которые все пришлют сюда дивизии. А вот в сумме, да, у них уже, ну, шутки шутками, но там дивизии, может, даже под сотку наберется, их немало. Но мы продолжаем помогать всем нашим рабочим. И я в Швейцарии, кстати говоря, пункт сомжения поставил, чтобы вот эти ребята здесь снабжались, а то какая-то затролка происходит нереальная. Надо, конечно же, такое убирать. Кроме того, давайте доделаем уже наш шаблон, наконец-таки, думаю, сделаем 21, потому что у нас здесь очень много лесов будет, да, 21, я думаю, для лесов подойдет. Поэтому мы теперь видим сразу, сколько нам чего нужно будет. Я, примерно, видите, под эти необходимости расставил здесь промку, ну, еще до этого всего дойдем. Как-то, наверное, вот так я бы хотел это заполнять. Ходка потихоньку будет заполняться, окей. Как бы вот за счет этого минуса, за этот минус я не сильно волнуюсь, потому что, ну, он за год закрывается, а вот это, допустим, нет. И, на самом деле, пехотка, ну, опять-таки, нам так много ее не нужно, потому что здесь очень много лишних дивизий. Скорее всего, я все это деплоить не буду. Ну, сколько получится деплоить, столько за деплою, конечно. И да, я был прав. Они объединяются в один альянс. Видите, теоретики, ребята, зашли. У нас тучелы вернулись добровольцы. Давайте отправим их обратно вот сюда. Так, да, единый фронт. Отправим обратно сюда, будем сейчас одушить Фентянь, так сказать. Кроме того, я думаю, можно уже немножко сократить производство легких танков, потому что, объективно говоря, в один момент они вам вообще не нужны будут, но пока что для наших добровольцев они очень нужны. Слушайте, эти ребята смогли здесь запушить, давайте попробуем помочь им дальше пушить. Что нет-то? Но в Инте, конечно, господи, сколько это будет длиться, неизвестно, но явно еще долго. И новая пехотка. У нас теперь с концерном, нашим прекрасным, вот этим, вот, на 10 атаки, 10 прорывов, 5 противотанковой атаки, вообще неплохо. Опять-таки сменим пораньше, чтобы успела эффективность уже накапливаться. Понятно, что с одной стороны можно было бы не менять, чтобы больше напроизводить, но, честно говоря, нет. Честно говоря, мы все равно цели на очень большую дистанцию в нашей войне, так что можно уже это делать. И вот здесь вот тоже дивизии прибыли, давайте их выставим вот сюда. Которые будем здесь пушить. Я думаю, китайцы теперь каким-то единым фронтом должны запушиться. Если говоря, добавно, Монголия тоже как бы технически на стороне Японии, можно сказать, в этом конфликте. Хотя, блин, господи, она вообще против всех появилась. Но здесь вот этот парень совсем обезумел, обвел войну всему миру. Ну и хотя они пушатся, отлично. Здесь у них еще и снабжения нету. Хотя, в теории, должна быть странно, ну ладно. А у нас достроилась очередь кое-как. Супер. Мы, конечно же, закидываем новые военные заводы сюда тогда. Это меня не может не радовать. Но строим мы, конечно, маловато одновременно. Хотелось бы намного-намного больше, но как есть. Потом мы еще Вольфрам покупаем, но с ним никак по-другому не получится. У нас нет куда его взять. Итак, деплой в наших горнострелков уже. Им чуть-чуть не хватает ПТО или чего. ПВО вообще, да, не ПТО. Но нам это не сильно важно. Мы просто делаем, я думаю, вот так и начинаем хуже тренить. Ярала бы им какого-нибудь на горы, конечно же. Есть на леса. Есть на горы. Наверное, его мы сюда сейчас и возьмем, если никого получше не будет. У нас есть холмы и команда. Блин. Но нет, нам нужны именно горы однозначно. Давайте тогда вот этот парень сюда и идет. Да, они сразу тренятся здесь. Блин, ну я все-таки хотел бы поэкономить лишнее снаряжение, поэтому я их не буду деплойить ради обучения. Этих можно, потому что их немножко. И опять-таки, это наша элита. Как бы горно-стрелковая, она должна здесь нормально себя чувствовать. С обычной пехотой, наверное, так не стоит. Какие резервы? Нам нужно вот север еще укрепить, конечно, и в целом, и порты. И мы будем готовы. У нас уже очень солидная производство топлива. Все расходы армии и авиации плюс-минус мы будем покрывать. Потому что мы не всегда используем сразу максимальный расход, очевидно. Так что будем. Флот, конечно, если мы начнем использовать, то будет все намного художе. Но мы будем использовать в основном, я думаю, только подлодки. И изредка, наверное, выводить корабли, только чтобы британцам в каких-то битвах помочь. И то вряд ли мы можем сильно им помочь. Только так, чуть-чуть. Кстати, а тут мафия начала войну с Рейхспактом же. Господи. Спаси, сохрани. А у них... А, ладно, мы, наверное, просто их не видим. Мы давали только одну британскую дивизию здесь. Но, кстати говоря, с ними хорошие отношения. Близкие что? Близкие союзники, пакт они нападения. А, я понял. Это, короче, говорят, ТЭК-то остался тем же, да? Тем самым, вон, Красная Гвардия тут. Все говорят, странно. Почему Красная Гвардия в мафии? Ну, допустим. ТЭК-ТЭК остался тот самый итальянский, коммунистический, как бы, да, левый. В котором мы дружили. Поэтому модификаторы остались теми же. Только, на самом деле, они уже не те самые ребята. К сожалению. Ну, посмотрим, что как будет. И ставим себе концерн танковый. Сейчас следуем вот этот фокус. Возьмем тогда что-то, точнее. И, наверное, переключу я в этот момент на исследование истребителей сюда. В целом, можно было двигать или бы... Да, давайте, наверное, исследуем сразу вот это. И вместо этого вот это. Получим фокус. Исследуем вот этим слотом истребителей. И сделаем уже истребители. Как раз, да, наша промка уже хочет что-то подобное делать. Давайте еще сюда чуть-чуть загидаем, да? Нам нужно военной промышленности туда. И, наверное, вот сюда тоже парочку заводов. Не слишком много, потому что иначе пехот мы будем перепроизводить. И это будет не сильно полезно. Вот так как-то. И потом все остальное в истребители полетит. Тут мы даже окружаем какие-то фантианские войска. Отлично. И в синдикатах тоже тут постепенно что-то пытаемся пробивать. Хотя, конечно, в горы атаковать грустно, но... Но даже так это все еще вкусно. 123 РГИ. Что у них за модификаторы? 123 организации. Вы что? 20 РГИ здесь? Слушайте, очень странно. Очень странно, но просто... 150 организаций, 123. Я чувствую, что-то, блядь, где-то не так. Это что-то неадекватное. Фокусные истребители есть. Здесь нам больше ничего не надо. Когда-то потом может быть вот это. Нам нужно вообще вот это будет. Но нам уже надо срочно бежать в армию, потому что на нас могут напасть скоро. То есть, это год, когда люди уже могут нападать на страны. На меня может напасть... Я сам-то не буду нападать пока что. Авиации даже не строятся еще. Но Французская Республика, в теории, может на нас напасть. Там Канада на Британию. Германия тоже на нас. Что-нибудь еще такое может произойти. Так что нужно уже быть готовым, в принципе, обороняться, если что. А вот добиваем успешно здесь войска. Приятно. Конечно, такое всегда. Здесь взяв гору, мы можем помочь нашим ребятам пробить здесь город. Платили направление таки. Да, больше дивизии может зайти. Ребята улетают. Нет, арга, конечно, какая-то сумасшедшая. Смотрите, как из-за этого боеспособность все улетает. Потому что дивизия вынуждена весь этот урон получать. Ужасно. Слушайте, можно поднять стапку. Я бы, наверное, поднял. У нас, может, и не сотка. А нам это хотелось бы иметь. А, ну, найс. Минус политка произошла. Почему-то со стапками всегда так. Так, кстати, все решения на плюс стабильность всегда почему-то пропадают. Сранно. Неужели мы возьмем эту гору? Скорее всего, да. Боеспособность уже падает. И, господи. Когда-нибудь битва за эту гору закончится. Но это будет еще не скоро, я чувствую. Конечно же. Ну, вот здесь вот, я думаю, пробьемся мы к Нэшфиллу и капнули конфедераты. Все. А даже раньше мы еще не успели пройти, они уже капнули. Отлично. Я за вами смотрю. Эдвард, смотрите прямо в глаза. Сколько ты нападешь, все, не жди пощады. А мы переходим, наконец-таки, сюда и будем финального нашего противника побеждать. Скоро, скоро рабочие в Америке победят. У нас все на верфях достроилось. Неужели? Смотрите, какой огромный корабль. Господи, он выглядит ужасно страшно. Поэтому ужасно неэффективным. Давайте сделаем, наконец, подлодочки. Начнем массовое производство именно подлодок. Радары им там туда-сюда. Да, обнаружение побольше, чтобы их не ловили. У нас заметность 19, конечно, не самая хорошая. Но я думаю, пойдет. Начинаем теперь жестко производить подлодки. Отлично. Неужели? Гуру мы взяли, блядь. Но теперь туда-сюда и как бы не туда произошло, так называемое. Нужно еще добровольцев им отправить. Я думаю, 4 дивизии будет получше. Коммунабхарата начинает воевать с Дели. Очень, кстати, неприятная война. Нам бы, знаете, что вкачать? Нам надо вкачать миссию в Коммунабхарата, чтобы она им бафы дала. И вопрос, что мы хотим. Я вижу, что мы хотим дефать. Мы хотим вот здесь вот их окружить. И они еще воюют с Тибетом почему-то. Хуй его знает, почему они с Тибетом воюют. Ну, захотели. Ну, что? А вы никогда не хотели с Тибетом воевать? Ну, надо помогать. Итак, мы вот сюда будем стараться победить. Перемирие началось. Черт. И причем, ну, на таких себе условиях, я бы сказал. Мы могли пушить и пушить. Господи, из-за этого добровольцы возвращаются домой. Ну, что вы будете делать? А уже ничего не буду делать. Все. Не воевать будут. Ладно. Платно мы держим. Попробуем пересечь речку. Концы не очень хороши, но... Ну, есть. Давайте сделаем вот так, наверное. Пускай планирование делают. Как придут добровольцы, наверное, будет получше. Когда форсер бы на атаку нажал, чтобы побольше урона было. В принципе, там одна дивизия. Мы не должны из этого получить слишком много сами урона. Можно уже сюда зарашить. И таким образом мы, в теории, должны снабжение обрезать. А нет. Непал еще тут тоже. Ладно. Тогда вот так вот пройдем и там точно обрежем. Тибет, кстати говоря, и с Непалом тоже еще выйдет. Так что да. Весело. И я сформировал гарнизон здесь. Мне нужно 20 дивизий, по факту, на гарнизоны. Думаю, это выглядит адекватно для нас. Давайте. Иплой здесь. А, ну, в принципе, она все диплойтс, окей. 20 дивизий. 10 портов. По 2 дивизии на каждую, я думаю, будет достаточно. Но его добровольцы вернулись. Господи, ну, что им делать? Ждать, пока война снова начнется. Там Бразилия в какой-то войне была. Уже не есть там. Надо помочь вот этим ребятам. Только вопрос, здесь будет снабжение? Вопрос, как говорится, с подвохом. Да. Снабжение будет, несмотря на то, что это джунгли. Можно 4 дивизии туда отправить. Слушайте. Ну, отправим. Значит. Помочь нашим мексиканским друзьям тоже всегда неплохо. Вот под креплением Пхарат подошли. Давайте, ребята, срочно сюда. Будем даже, наверное, вот сюда. Будем пробивать здесь речку и тут дальше. И, вроде как, кстати говоря, пробили ее. Слушайте, нет, не пробили, но, да, пробили. Там, да, там был... Я здесь опять тоже самое. Были мемы с ринфорсами, когда дивизии не успели еще из резервов вернуться, но уже наступают. Кайф. Давайте-ка попробуем по-быстрому с Непалом разобраться. И потом здесь все должно пойти получше. Есть нос армия. Давайте, как я и говорил, миссия в коммуну Пхарата. Это будет длиться все 28 дней, побыстрее. Тут еще что-то есть прям полезное для нас. Наверное, прям полезного нету. Ну, да, так что берем миссию. И потом снова военные фокусы вот эти вот нам нужно все это прокачать. Это очень важно. Я бы сказал, вот сюда. Важно выйти вот до сюда. И, как ни странно, мы прям очень хорошо здесь воюем сейчас. Так, дивизии не забываем все гарнизоны на тренировки отправлять. В Мексике здесь ребята подошли. Давайте-ка сразу их на какие-то припасы. Вот здесь вот припасы будут хорошо. Поэтому вот сюда, мужики. Сразу вот так. Значит, в Мексике, конечно, воевать намного веселее. И благодаря тому, что у нас парень приспособленец, он, в принципе, может в эти горы атаковать чуть получше. Давайте говоря, пока у нас есть топливо, можем его потратить вот так. Не самая эффективная трата для нас, но, в принципе, еще нет. Как я и говорил, какие-то бои может быть и за реинфорсинг. Кроме того, мы тратим не так, что и много на это топливо, я вам скажу. Два и одну тысячу в день. У нас, типа, все еще остаются запасы. А эти ребята набирают опыт и хотя бы где-то чуть-чуть могут и помочь. Делаем вот такой вот базовый самолет. Сейчас просто ради набора как раз таки эффективности на истребителях. Куда все военные заводы сейчас пойдут. Исследуем вот это, сделаем нормальный шаблон уже. И то же самое с танками, наверное. Но танки уже вот здесь вот производятся кое-как. Потом отсюда будем менять. Мексиканцы тут, наверное, не замечают, но вообще можно обойти просто вот эти дивизии, да? Ну, мы, конечно, им поможем. Такой нехитрой задачей. Ну, видно, что им точно нужна наша поддержка, потому что такие преши в обороне как бы не видеть, но это да. Ну, ладно, это Ишка, ничего нового. А здесь мы все-таки, да, все-таки пробиваем очередную гору. Там наши ребята научились горы, так сказать, пробивать. Ну, вот теперь и пробивает. Есть военная поддержка, что это дает им? Трерги. А разговоров, как говорится, было, но ладно. Можем уже потребовательизаться, но нет, мы не будем потребовательизаться. Нам нужно докачать все, что надо, и производство наладить. Ладно, три роги, хотя бы что-то. Боту, боту даже три роги будет полезно. А мы здесь, я чувствую, сейчас вернем Бэйджин. Давайте, кстати говоря, как-то эти дивизии немножко вместе организуем, а то, как обычно, фронт рассекивается, хотя я не хотел бы этого. И мы успешно взяли здесь эту гору. Сейчас закончатся оборонительные битвы, будем брать Катманду. Тем временем здесь, да, мы реально просто взяли и окружили все их войска, парадивизии, ну, как я и говорил, было видно, что им нужна наша помощь. Ну, и тут уже вроде как все выглядит, ну, очень простым. Мы и здесь пушим, и там пушим. Все отлично, короче, у нас. Мне кажется, или вот этого вылазить не должно было. По-моему, не должно это вылазить во время перемирия. Есть, так сказать, такая информация. Господи, засохнение технократии. Какая-то шизня есть. А я хотел про экономику, восстановление страны. А, ну вот, выиграл. Подождите, они прекратили огонь, это типа закончилось? Или это типа считается временной выигрой? Ладно, странная фигня происходит, но допустим. Самое главное, что здесь 19 военных заводов, а здесь 40. И 120 фабрик. Они выиграть должны. Если бы они еще только строили, нормально, все. Ну и мы Бейджин берем, и... Слушайте, у нас не хватает немножко фигня фронта здесь, по ощущениям. Давайте вот так будем идти. Слушайте, битва за Катманду выглядит вот такой себе, честно говоря. Как бы как-то, ну, жиденько-жиденько происходит сражение. Давайте, наверное, здесь не будем сражаться. Я думаю, ишь, какой-как сможет это удержать. Нужно попробовать где-то пробиться. Вот типа вот здесь. Там, где хотя бы равнина. Давайте сюда. Но вообще вряд ли здесь война будет нормально как-то проходить. Вы хотите ехать, пожалуйста, едьте. Но хотя бы что-то надо какой-то толчок дать на будущее ботам. Но вот здесь уже, слушайте, другое дело. Атака у нас есть, поэтому мы неплохо так пробиваемся здесь. Чувствуется уже, что что-то происходит хотя бы. В Мексике я уже просто стрелку нажал, потому что наши войска слишком, по-моему, хороши. И мексиканцы тоже подходят, помогают. Нормально в Америке. Вроде как мы побеждаем. Там солидно так. Здесь, кстати говоря, Монголия тоже падает. Я думаю, Фонтянь скоро падет. Слушайте, мы пробились вот здесь. Я вижу вот здесь вот у них, так сказать, слабое звено. Но они сейчас укрепляют, да. Давайте тогда восстановимся, там, планирование туда-сюда и попробуем снова атаковать. Командир ранен. Кстати, блядь. Ну вот я помните, говорил, что вот это вот авантюрист, оно будет нам аукаться. Ну вот оно и аукается. О, Мексика победила. Это хорошо. Рад бы тоже победил, было бы отлично. Ну, пока что есть, то есть. Но вроде как, кстати, что-то происходит. Что-то происходит, и что-то происходит позитивное. Тверская инициатива есть. Давайте-ка расширить возможности стрелка. Инсулинская национальная революция. Еще один удар по европейской власти. Поехали. А, блин. Конечно, только они не совсем той идеологии. Так что, наверное, сильно мы их поддерживать не будем. Только поболеем за них. Слушайте, мы тут неплохо прорвались. Если до Лохнау дойдем, то у них здесь может снабжение прекратиться, и это было бы неплохо. И да, мы пересекаем сейчас вот эту речку, и выходим прямо на XJD, я думаю. Это отлично. Тут даже окружение происходит в Китае. Тоже. Все, все идет как нам и надо. И мы еще, к тому же, очень жестко качаем доктрину. По ней, я думаю, докачаем. Вот здесь вот, я оформлю опыт с вот этой вот штучкой, с этим духом. Потом переключим сюда и выкачаем, я думаю, очень много. И все, у нас новые самолеты, и будем теперь делать нашу машину убийства. Ну и обычный такой самолетик на 35 веса, 19,78, 58. Статы, я думаю, неплохие. Давайте теперь эти у нас отходят в отставку все самолеты, в принципе, вообще. Эти заходят. И нам также было бы хорошо сделать себе штурмовики, конечно, тоже. Ну и вот такое чудо получается. Его, конечно, еще надо будет потом улучшить, одну вторую противотанковую поставить. Но уже будет 22 штурмовые атаки. Для нашего штурмовика это будут нормальные цифры. Иконочку бы какую-то такую более штурмовую, но здесь, конечно, таких вообще, по-моему, нету. Это хотя бы еще как-то на бомбардировщик немножко похоже, из-за того, что он большой. Но в целом все равно не слишком. Давайте пятерочку, а там посмотрим. И мы смогли пробиться к Лахнау. Блокируем мы заодно вот эти сразу войска, чтобы они не успели на реинфорс. Здесь никто не реинфорсит. Здесь их много, скорее всего, кто-то шел бы. И давайте, ребята. Все, пункт сабжения мы их здесь взяли. Все еще есть, конечно, Катманду. Но я думаю, это должно нести какой-то урон, а нам, наоборот, дать площадку для наступления будущего. И осталось нам только большую армейскую реформу сделать. И наша армия полностью готова. Конечно, тут еще надо им заинфорситься по-жёсткому. Я бы сказал, да, все-таки 20 военных заводов на пехотку я хочу. И авиацию подстроить. Но мы уже солидные. Имеем резервы военные. Вот это все мы можем задеплойить, если что. Кстати говоря, уже можем задеплойить. В принципе-то. Город стрелков. Мы очень, я думаю, будем жесткий блог представлять. У нас уже неплохое количество стран, понятное. Не такое большое, как хотелось бы. Но все с чего-то начинали. И рабочие тоже с чего-то начинали свою революцию, верно? Еще, я думаю, есть смысл вот этих добровольцев отозвать, чтобы они восстановились. Потому что они в цене не восстанавливаются, к сожалению. Несмотря на то, что порты какие-то мы уже вернули. Ну ладно. Надо бы поиска немножко под снабжение переставить. Блин, всего бы снабжение получать было бы круто очень. Но не получаем. Давайте тогда вот так. Вот вернулись наши бравые добровольцы. Здесь пехота жесть какая ветеранская. Но сейчас она пополнится и потеряет, скорее всего. Но мы очень неплохо прокачиваемся благодаря вот этой вот минус-потере. Были бы у нас медчасти. Было бы еще, наверное, получше. Но части как бы нет. Но вы держитесь. Давайте, кстати, вот это мы не будем отправлять в гарнизон. У нас здесь все-таки самые... Самые хорошие части. Давайте в бой все-таки будем отправлять. А танки, наверное, вот так вот объединятся. И поедут снова в Цинь. Только восполнится, конечно. Это с одной стороны. С другой стороны я подумал. Я бы, наверное, новые четыре дивизии хотел обучить там, что ли. Наверное. Подумаем еще. Ой, мы наконец-таки начинаем пробивать Непал. Слушайте, так мы сейчас окружим их. И здесь уже задушим. После этого, я думаю, победа здесь уже будет плюс-минус гарантирована. И да, мы смогли зайти сюда. Давайте-ка сразу вот сюда блокируем. Сюда блокируем. И закрываем окружение. И большая армейская реформа готова. Слушай, так мы почти что готовы прям воевать-воевать. Да, я типа не вижу снижение стоимости. Воздушная и морская доктрина 100%. О, а это нам надо. Кстати говоря. Что я сюда посмотрел? Что нам еще может пригодиться к войне? Я думаю, укрепить границу стоит. Причем начать уже стоит, я думаю, сейчас. Но так, что? Здесь тоже исследование. Исследование это полезно. Но, наверное, не слишком. Вот это добьем, наверное. Да, возьмем укрепление, потом добьем политику. И уже будем готовы воевать. А вот мы и окружили ребят в Непале. Я могу сказать удачу, чем теперь. Смерть уже близко. Франция готовится напасть на нас. Франция готовится напасть на нас. Это именно... Так, подождите. А, я понял. Это... Я подумал, что готовится напасть на нас. Но они уже напали. Нет, это из-за добровольцев в Комуне. Слушайте, ну мы в Комуне сделали максимум. Франция готовится напасть на нас. Значит, что мы делаем? Значит, мы должны возвращать всех добровольцев. Объясненно говоря, верно? И готовится уже именно воевать. Наверное, в Харате только я свои 4 дивизии буду до последнего держать. Франция готовится напасть на нас. Но не Германия, я замечу. Следовательно, будем целиться вот именно побоевать здесь. Сначала Испания. Потом плюс-минус Франция, как получится. Я не уверен, что нам получится высадиться. Ну, а вдруг? Ну и там будем смотреть. Но все это будет происходить уже, ребята, в следующей серии. Франция уже практически готова. Практически разогналась. Конечно, опять-таки, промышленность наша лишь всегда догоняет немецкую. Потому что она начала намного лучше. Как бы фабрик там было намного больше. Но мы уже очень близки. А самое главное, мы намного лучше воюем и намного больше производим. Каждый рабочий стоит, я думаю, немецких двух, а то и трех. А солдат, так и то десять рыб. Ну, а с вами был Допгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, пишите с короткой, как обычно. И до скорых встреч, до скорого освобождения рабочих мира.